Развод означает, что люди, во-первых, не понимают, зачем семья создается, они думают, она не для счастья создается. Она создается для работы над собой, семья не для счастья. Вот. Но когда трудность возникает, люди думают, это не мой человек, а это твой человек, он олицетворяет твою судьбу. Если бы вы видели, как если бы видели свою прошлую жизнь, что этот человек просто, он показывает тебя в прошлом. Если бы вы это видели, вы бы не сомневались, что все законно, правильно. Так устроен этот мир, здесь нет никаких случайностей вообще, никаких нет. Я просто чувствую судьбу людей, меня спрашивают, люди удивляются, как вообще мне такой человек достался. Тебе положен такой человек. Ты же сам его выбрал добровольно. Или ты добровольно подчинился родителям, которые выбрали тебе. Кстати, когда родители выбирают, это более благоприятно, чем сам человек выбирает. Потому что родители видят же человека лучше, они же не влюбляются. Когда человек влюбляется, он слепнет, он не видит характера, человек ничего не видит. Влюбленность ослепляет, человек не видит глубину. Любовь зла, полюбишь и козла. Не видит человек глубину. Но когда выбирают родители, там такое условие есть, вот в этой восточном выборе есть условие, что люди, ну, они должны сказать, мне приятен человек или не приятен. Если приятен, не то, что от него там, а просто приятен человек, то тогда можно создавать семью. Неприятен — не надо. Понимаете? И родители, когда выбирают, они как выбирают? По разуму смотрят детей, как они совместны, ну, как они общаются. Ну, то есть они смотрят родителей. И в этом случае судьба детей уже не действует. Если человек сам себе выбирает человека, он хочет, ему как бы нравится человек, значит, вот через это нравится, действует судьба. Но если человек просто подчиняется родителям, тогда судьба им действует, и брат сохраняется всегда. Поэтому в древней культуре не было разводов, потому что выбирали родителей. Но сейчас это просто невозможно по двум причинам. Потому что родители не такие благочестивые, чтобы выбирать. Они должны молиться Богу каждый день, они должны видеть судьбы, чувствовать судьбы людей. Они должны быть мудрыми очень. И второе, потому что дети не подчиняются родителям. С какой-то стати я должна выходить замуж за того, кого я не люблю. Говорила мама мне про любовь обманываю, напрасно тратила слова. Затыкала уши я, я ее не слушала. Ах, мама, мама, как же ты была права. Ах, мамочка, на саночках каталась я весь день. Постречалась с корушкой на свою я горушка. Ах, мамочка, зачем? Такая система работает. Всегда, когда кто-то понравился, через это действует судьба. Ну, вы подумали, ну, Олег Геннадьевич, ну, в моем случае исключение. Ну, такой достался вообще кошмар. Знаете, вот так вот исключение. У всех исключение получается. У всех, кто в зале сидит, у всех исключение, так? Нет? Тогда с праздника возникает вопрос, а почему же так тяжело? А потому что в отношении всегда, хотим мы это или нет, включается эгоизм. Когда люди начинают заниматься сексом друг с другом, особенно безудержно, то в это время ощущение счастья от человека, с которым ты находишься рядом, оно начинает разгораться со страшной силой. Желание счастья разгорается с огромной силой. И ты, как бы, начинаешь сильно верить, что он тебе будет приносить счастье. Вот эта сильная вера и жажда счастья от близкого человека у женщины вызывает жуткую ранимость. Одно, как бы, слово не так, один взгляд не так, ее колбасит, как бы, сразу и плохо. Вот у мужчины вызывает жуткую ревность, такое желание обладать. Она там куда-то улыбнулась, посмотрела, он и говорит, он не может это выдержать вообще. Ему надо, как бы, обладать женщиной, женщина, ей надо, чтобы он нежно с ней, вот так вот, как бы, в общем, жуть начинается. Почему? Потому что так действует эта энергия половых отношений, привлеченности друг к другу. Женская и мужская природы, они очень сильно примагничивают друг друга, зацикливают людей друг на друге. И дальше вот начинается это вот ругань, вот эти все, и, как бы, страшные вещи начинаются. И вы скажете, что теперь сексом не заниматься? Заниматься надо. Но знать, надо знать. Меру. Надо знать, где вот это граммик, где тот момент, когда мы уже с ума сходим. Вот если мы с ума начали сходить, мы, отвращение друг к другу появляется, такая же жуткая препятствия, или вообще отвращение может появиться. Люди, когда перезанимаются, они уже жить даже друг с другом не могут, и тошнит друг от друга, отвращение начинает, пересыщение может произойти, отвращение. Понимаете? Но даже если этого не происходит, то даже само по себе ожидание счастья уже приносит страдания. И вот как, допустим, определить, что человек может, девушка может выйти замуж, как определить? Может, готова выйти замуж, как определить? Она, ну, не ждет, это значит, что у нее есть силы выйти замуж. А вот готова внутренне, психически, как определить? Готова. Готова? Тепленькая, да? Стала тепленькая. Вы говорите о сердце сейчас, когда... Она вот о чем говорит, что когда женщина бросает близкого человека, у них холод в сердце возникает. У женщины есть два типа красоты. Одна вызывает половое желание у мужчины, это внешняя красота. А другая вызывает желание взять замуж, заботиться, отвечать за женщину. Вот эта вот энергия принадлежит Богу. Женщина не может у себя усилить ее. И а женщина начинает добрые дела делать, заботиться обо всех, у нее сердце теплеет, и у мужчины появляется сильная ответственность по отношению к ней. Она хочет не просто там наслаждаться, а уважает ее, ценит такую женщину, хочет взять замуж. Такое, как бы, возникает. Понимаете? Ну, если она бросила жестоко, может, она вообще не выйти замуж. Вот этот холод, как бы, в сердце. Некоторые думают, это не судьба выходить замуж. Нет, это просто препятствие. Надо помолиться, оно проходит, потом можно выйти замуж. Вы об этом говорите. А я говорю сейчас не об этом. Когда женщина выдержит, может выдержать мужчину, тогда она и готова выйти замуж. Это значит, что она выдерживает мужской характер. Вот она общается с парнем, и она выдерживает, она может выдержать, значит, может выйти замуж все уже. Молодой человек, как готов понять, что готов жениться? Он держит, как бы, ответственность. Он чувствует, что он подтянет, как бы, у него зарплата маленькая, там, все, но он, как бы, знает, что все будет хорошо. Он потянет жену с детьми, потянет. И тогда, потому что мужчина же, все мужчины хотят общаться с женщинами, да? Но общается, общается и замуж не предлагает. Почему не предлагает? Потому что не созрел еще, не готов. Одна девушка ко мне подошла, говорит, вот, молодой человек, ну, как бы, мы общаемся с ним, предлагает замуж. Я говорю, ну, он просто не созрел. Она говорит, я его сильно люблю, хочу за него замуж. Я говорю, ну, хорошо, но он не созрел еще, как мужчина. Не может просто взять вас замуж, не хватает сил для этого. У нас же силы, решимость внутреннюю для мужчины. Для женщины надо выдержать характер. Для мужчины тогда она готова. А вот для мужчины нужно силы выдержать судьбу, потому что женщина несет судьбу же в себе. А мужчина в себе несет что? Характер. А женщина судьбу несет. Ну, женщина такая худенькая, обычно замуж уходит стройенькая, такая худенькая. Такая, может, диванчик, чистая, светлая такая. Но она сама так себя чувствует тоже. Но потом из нее появляются другие живые существа, неожиданно. Больше того, оказывается, она еще привязана к собачке, без собачки, как бы вообще. Она, женщины же привязаны к кому-то. И она без собачки за тебя замуж не выйдет. Но также она, когда выходит замуж, тебе придется общаться с ее мамой, потому что она к ней тоже привязана, и с папой, и с братом. И там целая компашка. Она такая худенькая, маленькая, из нее все вылазит, и компашка вокруг еще. А так она такая вот, такая все. Иллюзия, понимаете? Иллюзия создается от того, что такая маленькая. Но мужчина чувствует, что не все так просто. И поэтому боится брать замуж. Я говорю, ты говорю, точно любишь его сильно? Она говорит, да, люблю. И замуж на него сильно хочу. Я говорю, я с ним поговорил, я с обоим общался. Я с ним поговорил, и уже убежден полностью, говорю, тебе придется ждать его три года. Через три года он созреет и может тебя взять замуж. И он так же тоже чувствует, как я, тоже так же. Она такая. Ну тогда не люблю. И все, она перестала с ним вообще общаться. И правильно. Потому что по ее судьбе за три года она уже двоих детей должна иметь. А его ждать три года. Понимаете, поэтому любовь между мужчиной и женщиной, она такая. Это несерьезная вещь на самом деле. Это просто привязанность, желания какие-то внутренние. Это все эгоистично очень. Любовь к Богу гораздо глубже, чище, светлее. Ну я не против любви между мужчиной и женщиной. Я просто говорю о том, что можно и перетерпеть в принципе. Ничего страшного нет. Не надо привязываться к человеку, который не готов тебя взять замуж. Потому что любовь между мужчиной и женщиной, это все-таки в определенной степени материалистичная вещь. То есть надо, ну как бы все планировать, понимать, за кого ты выходишь. У меня один близкий человек, друг, он очень возвышенный человек, очень возвышенный. Он взял в жены женщину на коляске, девушку на коляске. Я ему говорю, ты что, ты уверен, что ты выдержишь? А второй мой друг взял женщину со слабым зрением, боли до поздения. Два друга у меня такие. Ему тоже говорю, ты уверен? Они оба очень возвышенные люди, очень возвышенные. И они оба, да, нет проблем. И один, который на коляске взял, они обиделись на меня, оба потом не общались несколько лет со мной. И как бы он взял все-таки ее. И потом через 10 лет он ее бросает жестоко, потому что уже не может выдержать все. Он верил, что он ее вылечит. Все время возил, возил. Да, уже не смог, он бросил ее. И деградировал. Перестал заниматься духовным браком. От этого оскорбления они оба отмолились. Но оскорбление на нее совершил такое перед Богом. И все, у него все благочесть начало таять. Он перестал быть возвышенным. Ну, потом он постановился, конечно. Но какое-то время, несколько лет он ушел в осадок по уму. Начал гулять и так далее. А второй, он тоже, ну, решил бросить жену. Но мне написал, говорит, я бросаю жену. Я ему позвонил, поговорил с ним. И он говорит, я все равно брошу. Я не могу так жить. Он говорит, нет счастья. Я говорю, ну, ты ничего не найдешь, когда бросишь. Потому что счастье от Бога идет, а не от внешности человека. И второй не бросил. Не бросил. Хотя у него была девушка. Не бросил. Прошло несколько лет, и он сказал мне, я к такому счастью не испытывал в жизни с человеком. Никогда. Какое я сейчас испытываю с этой девушкой. То есть внешность не имеет значения. И имеет значение сердце человека, сердце, душа. Его надо раскрыть, надо почувствовать человека. Надо отдать ему свою жизнь. Надо постараться за него, посражаться. Потому что все люди эгоисты, все люди внешне плохие. Ну, и сначала, конечно, кажется, хорошие. На самом деле все одинаковые. Но сердце у человека это океан чистоты. Любого человека. И если ты начал капельки этого чистоты видеть потихоньку, ты потом так возрадуешься в жизни. Ты поймешь, как устроен этот мир. Он соткан из такой глубины. Такие экзамены человек должен сдать в этой жизни, чтобы увидеть чистоту близкого человека. Что он настоящий человек, настоящий. Хотя он может и пить там, и заниматься развратом там. Все что угодно может. Но если ты сражаешься за свою семью, ты можешь потом увидеть все это чистоту. Он может раскаяться, стать другим совсем. Это называется победа над судьбой. Личная жизнь. Поймите, здоровые отношения не означают, что типа у нас все хорошо, мы бегаем по свежему воздуху, всех любим, у нас здоровые отношения, ля-ля-ля, у нас все хорошо. Можете в эту мечту как бы не рассчитывать. Я вам ничего такого не расскажу. Здоровые отношения означают, что мы бегаем по свежему воздуху, любим всех, всех заботимся. И все равно у нас будут трудности, огромные трудности в отношениях, которые и нужны для того, чтобы ты научился молиться, научился верить в Бога. И смысл жизни в чем заключается. Вот человек думает, у меня в жизни вот столько вот хороших моментов было, и вот столько плохих. Вот плохие моменты обычно не так долго длятся, но очень тяжело. Хорошие чуть побольше. Обычно у людей. Так жизнь устроена. И человек говорит, вот это хорошее, это когда все классно было как бы, а плохие, это когда тяжело очень. И вот интересно знать, что для Бога все наоборот. Вот когда у нас были хорошие моменты, вы в это время просто спали, душа спала. Алло, у тебя все хорошо, хорошо, у меня все хорошо, ну хорошо. Спим дальше. Понимаете? То есть когда хорошо, человек расслабляется, у него нет никакого как бы развития. Он просто становится как поросенок, по-русски сказать. Ну, такой добрый, хороший, не то, что он совсем там свинья, он такой нормальный, такой хороший, добрый поросенок. Вот. Ну, а Бог считает, что вот эти маленькие промежутки жизни, когда было очень плохо, вот это и есть настоящая жизнь у человека. Когда он страдал, молился, мучился, настоящая жизнь. Когда его было, то, к чему он стремился, скажет, человек к этому именно стремится в жизни, чтобы было хорошо. Вот это отдых от жизни. Также, когда человек спит, ему же лучше всего, когда мы спим, правда? Когда человек спит, ему вообще хорошо. Ни о чем не думает, такое, посапываете, супер вообще. Но это не жизнь, да? Когда мы спим, мы себя не помним. Так и человек, когда у него все хорошо, он как во сне все проходит в жизни. Но когда он сражается, молится, это он вспоминает потом. Перед смертью он именно эти моменты в жизни вспоминает, когда он побеждал судьбу, вот это все. Это и есть жизнь. И поэтому, мои хорошие, не надо бояться жизни. А, было страшно. Страшно. Но я говорю, не надо бояться жизни. Мне тоже страшно. Но я говорю, не надо бояться. Потому что это неправильно. Нужно ее принимать. Потому что победа над судьбой начинается тогда, когда человек не ожидает. «Как я могу это принять?» Это вообще этого человека. Как я могу принять? Ты принимаешь для того, чтобы победить. И для того, чтобы унизиться, стать несчастным, замученным, тряпкой стать. Принятие не означает потеря себя. Принятие означает, ты принимаешь для того, чтобы переваривать, побеждать, влиять. Пока человек не принял, он не может ничего сделать. Надо принять. Пока вот здесь вот ничего не сделаешь, так и будешь жить дальше. Нужно принять. Принятие происходит с помощью контакта с Богом. Контакты с природой, служения добрым людям. Принятие происходит. Ты принял, когда все? Вот я уже с ним буду жить. Все. Я решил. С этого момента начинается победа над судьбой. Человек меняется начинает. Ты наблюдаешь за этим, как все происходит. То же самое ребенок. Олег Геннадьевич, у меня ребенок неуправляемый. Прими неуправляемого ребенка. Вот это твой. Подыши, отдышись немножко. Прими. Вот такой, он такой вот. Это не значит, что он не управляет. Это его просто трудность. Это объем работы его. Все. Он другой на самом деле. Принять можно только с помощью силы Бога. Своими силами принять невозможно. Как принять? Это не... Но люди не знают, как отвлекаться от судьбы. Чтобы принять, надо отвлечься от судьбы сначала. Нужно думать о природе. Вы помните, говорили, женщина подходила вчера, после лекции, ко мне. Говорит, подождите, мне рассказывают больше, как он виноват. Я говорю, вы слушайте меня, а не говорите, если вопрос задаете. Она такая раз, немножко расслабилась. Я говорю, надо в молитве принять мужа, иначе он не изменится. Чтобы его исправить, надо сначала принять, потому что, когда человек принимает другого человека, что значит принять? Это первая капля любви. Любовь — это не наслаждение человека. Любовь состоит из трех шагов. Первый шаг — принятие. Второй шаг — уважение. Когда ты принимаешь, начинаешь видеть в нем чистоту, потому что ты начинаешь ему служить уже без ожидания. И благодарность приходит в сердце к тебе от него, благодарность. Потом. С этой благодарностью ты увидишь, чьи его чистоту. Когда благодарность выходит, это энергия Бога благодарность. Человек, кстати, не может быть неблагодарным. У него нет такой возможности, потому что это Бог в сердце благодарен, а не сам человек. Даже если человек делает вид, что он неблагодарен, но у него все равно есть благодарность. Она вылазит потом, когда тебя начинают воспитывать. Воспитывать можно только того, кто тебе благодарен. Если тебе близкий человек неблагодарен, бесполезно воспитывай, он не будет слушать тебя. Нужна благодарность. Означает, что ты шаг в пропасть делаешь. Ты первый делаешь то, что он точно не сделает. Игра в поддавки, все шашки теряешь, и вроде как будто выиграл. Получается. Человек, когда опору на Боге имеет, человек опирается на Бога, он может такой шаг в пропасть сделать, поддавки собирать с близким человеком. Кажется, это унижение сначала, но потом ты видишь, что это сильная позиция, потому что ты не раздражаешься, ты не злишься, ты очень спокоен. Но при этом он обнаглел, а ты спокоен. Не он обнаглел, а ты унижен, а он обнаглел, а ты спокоен. Он в слабой позиции находится. И ты можешь по-доброму ему сказать, даже в шутку, вот нельзя человека близко воспитывать. Надо вообще иносказательно говорить. Я привожу такой пример, допустим, если у меня на кухне бардак, я жене говорю, слушай, мой друг спросил меня тебя спросить, что сказать жене, когда у ней на кухне грязно, что я не знаю, что сказать. Она говорит, правильно, ты не знаешь. Слушай, я слушаю, она мне расскажет, что надо сказать жене, когда на кухне грязно. И я все говорю спасибо. Она же думает сейчас, ну что, ты теперь скажешь, что у нас тоже грязно, ну давай, давай говори. А я такой, спасибо, моя хорошая, спасибо тебе. И больше ничего не говорю. На следующий день на кухне идеальная чистота. Почему? Потому что так работает психика близкого человека. Ему не надо доказывать, что он плохой. Нужно просто очень аккуратно, деликатно, по-доброму акцентировать этот момент. И тогда он будет исправляться уже сам. Я вам расскажу, как я свою жену поднимал с постели с утра, чтобы она побежала на зарядку. Во-первых, я никогда ее не поднимал с постели, чтобы она побежала на зарядку. Никогда не хотел этого, вернее, хотел всегда этого, но я в молитве побеждал эту судьбу всегда и не давал себе этого желания. Потому что если ты начинаешь этого хотеть, он еще больше, близкий человек, не будет хотеть. У него начинает работать противоположность сразу же, сопротивление. Это он себе надо, поэтому уже и судьба твоя действует через него, поэтому себе надо сначала в молитве убрать это вообще желание. Я привык, думаю, я, кстати, женскую природу в этот момент понял, я понял, почему женщине так трудно встать с постели. Я медитировал на это и понял, когда женское тело увидел, оно такое, ему так хорошо в постели. Я вообще не ожидал, что такое может быть так хорошо в постели, и как встать можно. Я подумал, если бы у меня было женское тело, я бы вообще не встал, наверное, она вообще встает, как-то еще. Я удивился сильно, ну ничего себе, молодец. Я ей сказал, говорю, ты молодец, вообще встаешь с постели. Я в женском теле вообще не встал. Она говорит, ну теперь ты меня понимаешь. Вот. И с этого момента у нас взаимопонимание пошло, потому что я перестал ее беспокоить по поводу того, что рано вставать нам. И в какой-то момент она заболела, ну потому что человек рано не встает, если он становится больным. и здесь нужно допускать, что тебе придется столкнуться с трудностями, не только ей, потому что близкий человек же болеет. И я терпел, я знал, почему она болеет. Я терпел, терпел. И она, когда меня спросила, слушай, не пойму, чего я так болею? Я очень аккуратно говорю, может быть, потому что ты поздно встаешь. Хотя она слушала мои лекции все, она знает все там, чего от чего. И она такая, может быть. И пошла. Ну типа я на нее нажал, типа нажал. И вот так очень аккуратно, все равно нажал, оказалось. Пошла. проходит несколько дней. Подходит ко мне и говорит, слушай, помоги мне встать с постели пораньше. Я сама не могу. Я говорю, я не уверен, что у меня получится. Она говорит, почему? Я говорю, потому что если я тебе начну помогать, то я буду виноватым. Скажешь, что ты меня поднимаешь опять? Она говорит, ну конечно скажу. Я говорю, ну а что тогда мне делать? Ну она говорит, ну подумай сам. Я не знаю, что тебе делать. Мне надо помочь встать в постель. Я начал экспериментировать. Я подхожу, говорю, моя дорогая, пора вставать, нужно зарядку делать. Переворачивайся на другой бок и спи дальше. Не получилось. Мне тут не сработало. Ну ладно, хорошо. Второй вариант. Моя дорогая, на улице солнце, так и птички поют. Две птички чирикают между собой, как люди. Она где? Раз. В окне, правда, там птички чирикают. Ну встала, это сработало. Но в следующий раз уже не сработало. И знаете, что сработало? Я сажусь просто, рядом с ней сажусь. Уже встал сам, все помылся, сажусь рядом с ней. Сижу просто, мысленно желаю всем счастья, так. Не трогаю ее, просто сижу рядом. И жду, когда она такая, женщина медленно просыпает. Она такая, вот в этот момент я улыбаюсь просто и говорю, ну я пойду на зарядку. Она говорит, ну иди. Я иду на зарядку. Через некоторое время она подходит сама. Потому что я ее не заставлял. Я просто передал ей свою любовь. Да, Господи, как трудно. Вот так трудно жить с близким человеком. Потому что очень ранимый, очень ранимый близкий человек. У вас в доме идет серьезное служение Богу, поклонение. У вас есть алтарь, вы пищу освещаете. Понимаете, совесть в эгоистических отношениях просыпается только когда эгоизм наше, желание наслаждаться друг другом, детьми и обстановкой нейтрализуется аскезой. То есть, если мы достаточно прилагаем усилий для того, чтобы в доме было служение Богу, тогда не уйдет. Потому что совесть будет жить там. Перед алтарем без штанов не пройдешь. Понимаете, я такой пример привожу. Попробуйте. Даже кошка не может прыгнуть на алтарь. Куда угодно прыгать на алтарь, если там идет поклонение, кошка не прыгнет. Она чувствует, что там Бог. Все чувствуют, даже животные. Понимаете, когда есть поклонение Богу, когда есть алтарь в доме, совесть начинает жить в сердцах людей. И уже невозможно уйти. Даже если ты влюбился в кого-то, уйти невозможно, потому что нейтрализуется эта энергия влюбленности силой Бога. Потому что его сила слаще, чище, лучше, чем наша человеческая любовь. Сердцем хранимые означают Богом хранимые. Бог живет в сердце человека. Богом хранимые или нехранимые наши любимые. Все зависит от того, что вы делаете дома. Если там хорошая обстановочка, ля-тру-ля-ля, но Бога нет, тогда Богом нехранимые. Потому что нет совести, нет отношений. Потому что красивая и смелая дорога перешла, черешни скороспелую, любовь ее была. Вы понимаете, девушки, вы все стареете, а любовницы молодеют. В этом разница заключается, понимаете, поэтому может удержать рядом с мужчиной человека только совесть. Совесть его рядом с вами может удержать. Больше ничего. Потому что любовь к детям это тоже солнце. Вы знаете, когда мужчина находит себе любовницу, его отшибает не только от жены, а сразу и от жены, и от детей. Он перестает чувствовать к ним. Это, кстати, первый признак того, что он любился. Мужчина перестает интересоваться даже детьми своими. Он не чувствует их родственниками. Понимаете, это признаки того, что его понесло уже. И в это время его можно еще за шкирку, потому что совесть в это время еще работает. Женщина может его назад от тетки. Кстати, есть разные способы. Вот, как ни странно, работают, представляете. Один мужчина подошел ко мне и говорит, я люблю свою жену, у меня хорошая жена, но, к сожалению, я не досмотрел, она влюбилась. И она честно мне призналась, я влюбилась, вот у меня есть человек, я тебя бросать не хочу, но вот влюбилась. Ну, что делать, влюбилась, что теперь делать? И он пришел ко мне за советом говорит, Олег Геннадьевич, я правильно понимаю, я говорю, правильно понимаешь, иди. И он говорит, это не грех? Я говорю, нет, это не грех, только ты как бы, говорю, по-настоящему, по-настоящему ему дай. И он такой, я так и думал, Олег Геннадьевич, ладно, я пошел. И он потом пришел мне рассказывает, я говорю, а он, говорит, найди не или, чтобы она видела? Я говорю, лучше, чтобы она видела. Он говорит, но она мне никогда не простит, она, я говорю, только сразу не простит, она будет тебя ругать, на чем свет стоит, но к нему уже не пойдет. Он говорит, проверим. Ладно. Короче, потом рассказывает, как бы встретил вдвоем, говорит, слушай, это моя жена. Он говорит, ну и чего там твоя жена? Ну ничего, просто понимаешь, это моя жена, я люблю, у нас дети, ну попытайся понять. Он такой, ну и что, все нормально, что ты? И он массаж, точечный массаж лица, очень полечил хорошо, несколько раз с плечей. Тот лег, отдохнул, потом все предположено. И жена начала его, на чем свет стоит, ах, ты садист, ты жестокий, там и все, и ругала, его ругала, и он говорит, да, да, я согласен, пойдем домой, все. И как бы и согласился со всем, все. и потом она говорит, что-то я не могу к нему пойти. Я как вспомню, как он как бы лег отдохнуть, так думаю, что-то я не могу к нему пойти. Любовь закончилась сразу. Оказывается, это не такая уж сильная любовь, понимаете, а женщина видит, что опоры нет, человек слабый, что к нему идти? Неужели не нужен все? Такой человек. Зачем он нужен? Не мог постоять за свою любовь, хотя бы что-то сделал. Женщины иногда тоже так же делают. Приходят и да, поцарапал фейс ей. Да, да. Но даже чаще всего до этого даже не доходит. Она находит любовницу, приходит, говорит, отстань твоего мужика. И так говорит, хорошо, если хороший человек, она говорит, хорошо, все, извините. И больше все не связывается с ним. Или второй вариант, она говорит, а что тебе это мое дело, личное дело? Ну хорошо, тогда посмотри, твое это дело или не твое. И пояс ей надо поцарапать. И в этот момент у нее пропадает стимул. общаться. Потому что общаться хорошо, когда всегда с воленностью, когда ты видишь, что человек применяет силу к тебе, ну как бы уже не так сильно хочется. и все, вот этого достаточно. Можно прям напрямую нейтрализовать вот эту проблему. А можно молитвой это сделать. И так, и так можно. Какие у вас силы? Допустим, чувствует, что он сильнее человека, тогда молитвы. А если он слабее, можно напрямую. Бог как бы позволяет. Вы имеете право. Это не грех. Веды говорят защищать свою жену, своих детей, свой дом, от агрессора, не грех, применять силу. Нет греха вообще, чистое, наоборот, правильное поведение. Но мы сейчас говорим о каких-то крайностях, да? Нам сейчас надо разобраться, как сделать так, чтобы не было крайностей. Вот смотрите, вы закрываете глаза и вспоминаете близкого человека. Вот честно вспоминаете. Да, прям сейчас. вы должны понять, какое чувство, ощущение от него в сердце возникает. Вот честно просто, честно. вот я почувствовал, что от моей жены возникает чистая светлая память о ней, но с ощущением осадочка, что я что-то долго, уже недолго осадочек такой почувствовал. Надо помолиться, значит, мне что-то этого осадочка. если у вас возникло чувство как будто я что-то вспомнить его не могу, значит, у вас нет отношений. Просто сексом занимаетесь вместе или нет, у вас нет сердечной связи, любви нет, есть просто наслаждение другого. Второй вариант, вы чувствуете такое, как бы лучше бы не вспоминало, это значит, что скоро разруха семьи может быть. То есть между вами ниточка вот эта вот между вами ниточка засорена, грязная. И поэтому вам даже вспоминать друг друга тяжело. Это называется объем работы. Не то, что все теперь, но все. Теперь все. Нет, не все, просто надо начать трудиться над судьбой в этот момент и очистить сердце просто от этого. Это механика, вот эта энергия отвращения приязни к человеку, это просто механическая энергия, она побеждается памятью о Боге. Просто сильно молишься, помнишь о Боге и как бы намекаешь мысленно, думаешь, Господь, это для этого. Надо все равно обозначить, не то, что думать постоянно об этом, думать о Боге, но обозначить, для чего. И там начинается очищение Господь, ну ладно, хорошо, хочешь это, пожалуйста, очищай, очищаем это. Вот если ты не ну, как некоторые, знаете, молятся Богу, там служат Богу, и как бы я ничего от Бога не хочу, моя личная жизнь это не его дело, вот, понимаете, а потом все, когда рушится, казалось, что его дело, там, сопли, слезы, там, лучше быть честным и понимать, что у тебя все связано вместе, ты не можешь молитве не быть причастным к твоей судьбе. Бог может же победить судьбу. И поэтому нужно все-таки акцент ставить на то, что мне нужно, чтобы все было хорошо, чтобы между мной и тобой было чисто. Акцент такой надо ставить, но думать об этом нельзя во время молитв. Нужно думать о Боге и служить Ему. И тогда все станет чисто. Потом вспомнишь после молитвы чистая память означает светлое отношение, чистое, светлое отношение к человеку. Вот такое отношение должно быть в сердце и тогда все будет хорошо. Нет шансов, что что-то будет плохо. А если вы даже вспомните о человеке, не можете вас уже колбасить, значит, скоро вы потеряете близкого человека. Значит, судьба уже с огромной силой действует, вы не способны как бы. Но если вы будете молиться, опять вы не потеряете. То есть на любой стадии можно молитвы победить. Когда нельзя победить, когда уже появился другой человек, а тем более там дети еще появились, тогда уже трудно. Может быть уже невозможно. Но до этого момента возможно, даже если есть другой человек, только начинают отношения, можно победить судьбу, и он вернется назад человек. Как это произойдет, это дело «Он»